На одном и том же YouTube-канале можно сегментировать аудиторию. Это может быть подкаст, это может быть влог. Если человек сам не хочет сниматься, то сделать из этого конфетку не получится. Никто не будет там продираться сквозь шумы и пытаться выловить какие-то смыслы. Всем привет! Меня зовут Альбина Шакирова. Я режиссер и продюсер YouTube-каналов. Раньше я работала на первом канале, а потом ушла в продюсирование. С тех пор я создала около пяти YouTube-каналов для разных компаний. И сегодня хочу рассказать вам, с чего же следует начинать. Как создать прибыльный и популярный YouTube для компаний. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживаюсь. Обычно подобного рода видео начинаются с того, что нужно определиться с нишей и тематикой. Но для компаний это не совсем актуально, потому что компании, как правило, и так знают, какой продукт они производят и что они продают. Поэтому давайте сразу перейдем к стратегии. Итак, первая стратегия – это развивать YouTube-канал компании через личный бренд ее основателя. На самом деле многие так делают. Плюсы – это, безусловно, доверие. Потому что когда люди видят живого человека, основателя компании, то они, конечно же, больше доверяют. Минус заключается в том, что основатель платит своим временем. То есть он уже как фронтмен популярной музыкальной группы не может пропасть с радаров, не может перестать сниматься. Потому что все заточено под его личный бренд и держится на этом. Некоторые компании пользуются второй стратегией. Они приглашают других людей, экспертов по их тематике. И таким образом происходит заполнение YouTube-канала. Задача поставлена, ее нужно решить. В конце концов, вы же эксперт. Плюсы в том, что эксперты могут быть разные. Их может быть несколько. Мы не тратим свое личное время на съемки. Но здесь есть и минус. Потому что такого привыкания и доверия аудитории к одному человеку не происходит. Третья стратегия – это привлекать сотрудников компании к съемкам на YouTube. Тут главное никого не заставлять. Потому что если человек сам не хочет сниматься, то аудитория это мгновенно считает. И никакого положительного эффекта от таких съемок не будет. Иногда компаниям кажется, что лучше всего поставить перед камерой твердого специалиста, который отлично разбирается в продукте, который сам умеет все делать. Я покажу. Это у нас линия. Так? Да. Но если этот человек стесняется, боится камеры и не очень любит рассказывать, то сделать из этого конфетку не получится. Лучше взять человека, который хорошо презентует. Возможно, кого-то из отдела продаж, который любит говорить. Подобные видео уже наверняка будут успешными. Дальше уже определяется формат. Это может быть подкаст, это может быть влог, это может быть экскурсия. Это может быть просто экспертная информация в формате говорящей головы. Как же выбрать формат? Для начала, если вы вообще никогда не создавали YouTube-канал, то я бы опиралась на то, что будет комфортно человеку, который находится в кадре. Если человек себя чувствует хорошо и комфортно в данном формате, то и аудитории, скорее всего, он понравится. Что касается информации. Информация обязательно должна быть полезна вашей аудитории. Но часто люди пользу воспринимают как просто какие-то инструкции, лайфхаки и так далее. Пользой также может быть и хорошее настроение, и вдохновение, и какая-то эстетика, необычный взгляд на жизнь, вообще необычный формат. Это все может оказаться пользой для зрителя, благодаря чему он захочет вернуться на ваш канал, подписаться и следить за следующими видео. Еще один частый вопрос, это стоит ли ориентировать канал на какую-то определенную узкую целевую аудиторию. На самом деле, на одном и том же YouTube-канале можно сегментировать аудиторию. А что, так можно было, что ли? Например, вы занимаетесь электрикой, и у вас есть отдельная рубрика для тех, кто профессионально занимается электрикой, а другая рубрика будет для тех, кто хочет разобраться сам. Естественно, и подача информации в этих двух рубриках будут немного отличаться. Следующий важный пункт, это, конечно же, картинка и звук. Причем большинство сосредотачивают свое внимание в основном на картинке и забывают про звук. Если, например, у вас не идеальная картинка, но какая-то супер важная, полезная информация, то люди все равно посмотрят ваше видео. Если же вы говорите на этом видео, но ничего не слышно, то люди просто выключат, никто не будет там продираться сквозь шумы и пытаться выловить какие-то смыслы. На самом деле, звук в видео не менее важен, чем картинка, а иногда и более важен. Вот это поворот! Настройка SEO. Я, конечно, очень рекомендую настраивать SEO. Это, на самом деле, не так сложно делается. Есть специальные программы, которые помогают. Это такой буст для вашего видео, чтобы оно попадало в рекомендации и люди его увидели. Но, конечно, не стоит надеяться на то, что SEO это какая-то волшебная таблетка, благодаря которому у вас появятся миллионы просмотров. Нет, все равно все в итоге зависит от контента. Насколько досматривают это видео, насколько кликают по картинке, решает все равно всегда контент, его качество и польза для аудитории. Также в любой социальной сети, конечно же, важна периодичность. Но сразу хочу сказать, что на Ютубе не такие лютые алгоритмы, как в Инстаграме. То есть, если ты пропадаешь на месяц из Инстаграма, то у тебя уже там падают охваты, уже надо что-то быстрее-быстрее делать. На Ютубе не так. Не обязательно каждый день выкладывать видео или через день 4 ролика в месяц, 2 ролика в месяц, 1 ролик в месяц. Если контент качественный, то он все равно будет попадать в рекомендации и люди будут смотреть. Но, конечно, и количество контента тоже влияет. Если вы постоянно выкладываете интересные ролики, то ваш канал просто будет очень быстро расти. Надеюсь, видео было вам полезным. Если вы собственник бизнеса и хотите от меня личную консультацию по поводу вашего Ютуб-канала, то пишите в Директ. Ссылочку я оставила внизу под этим видео. Следующее видео будет посвящено ведению уже личного блога. Как выбрать тему, рубрики, с чего стоит начать. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!